Здравствуйте! На седьмом канале программа «Живые мысли». Я Сергей Ким и с удовольствием представляю вам сегодняшнего моего собеседника. Это директор Института Леса Сибирского отделения РАН, Российской Академии Наук. Ну, в общем, если я скажу Красноярский Институт Леса, это правильно будет, Александр Александрович? Ну, мы в Красноярске, поэтому можно, наверное, искать и так. Директор Александр Александрович Анучин. Александр Александрович, у меня есть определенная сложность, и вот вы должны мне помочь в ведении сегодняшней передачи, потому что вот когда она задумывалась, то все там было очень просто. На этой неделе в Красноярске чрезвычайное положение в связи с пожарами в лесу. Ну, я думал, что мы быстренько расскажем об этом, и все. А я начал изучать проблему леса, и вдруг выяснил, что мы, находясь в лесном краю, так мало говорим вообще о лесе, и о том, что лес для красноярцев не стал вот источником нашего богатства, а стал какой-то проблемой, понимаете, такой проблемой, даже о которой говорить-то как-то вот не очень хорошо и интересно. Вам, как специалисту леса, какие проблемы видятся самыми главными? Вообще, я согласны, что вот, ну, недооценен лес? Ну, с этим нельзя не согласиться, поскольку действительно в лесной отрасли проблем достаточно много к настоящему времени. Значит, с чем это связано, на мой взгляд? Одна из причин того, что у нас проблемы в лесной отрасли, это достаточное количество леса пока. То есть... То, что у нас много леса, это и создает проблемы. То есть у нас еще есть чего рубить, чем, чего пользоваться, чего выводить, грубо говоря. Ну, понимаете... Потреблять. Такое существует расхожее мнение, что лес это ресурс возобновляемый, это действительно так. Он возобновляется. Но состояние лесного фонда России и Красноярского края, вот в настоящее время, если к нему присмотреться, оно вызывает большие опасения. Почему? Потому что лесной покров, он уже нарушен. Он нарушен и рубками, и пожарами. Он нарушен вредителями, промвыбросами. Это уже не те леса, которые были 50 лет назад здесь, у нас, в Красноярском крае. Но мы продолжаем себя вести, как будто у нас леса очень много, и он никогда не закончится. Сейчас плечо вывозки где-то 100, а может быть и 150 километров. Дальше мы будем продвигаться на север, будем рубить менее продуктивные леса и будем вкладывать больше денег в дорогу, но получать продукцию более низкого качества и которая растет более длительное время. Получается, сам сейчас лес себя не восстанавливает? Лес восстанавливает. Вот антропогентное или человеческое вмешательство такое сильное, что он не восстанавливает себя в том объеме и в том качестве. Да. Ведь у нас проблема какая? Мы отталкиваемся от расчетной лесосеки, когда строим какие-то планы по заготовке древесины. Расчетная лесосека считается на весь край. Туда входят и те леса, которые иногда и экономически, и экологически недоступны. Туда нет дорог. Если мы туда сделаем дороги, то это будет низкоспортная древесина, но она в расчет идет. Поэтому мы перерубаем те леса, которые находятся близко к транспортным магистралям, которые наиболее продуктивны, и они не всегда восстанавливаются. Вот в этом проблема. То есть доступность их уменьшается, и вообще получить каждый год продукции достаточно товарной, древесины, дикоросы и все, у нас уже не получается. В этом проблема. Деградация такая. Совершенно верно. Леса истощаются. А, вот главная проблема – это истощение леса. Что с этим делать, мы с вами поговорим. Я напомню нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. У нас есть телефон 258-11-26. Вопросы по лесу Александру Александровичу милости просим задать. А сейчас мы используем то, что у нас называется визиткой гостя, чтобы вы просто лучше представляли моего героя. Давайте посмотрим представление нашего героя. Анучин Александр Александрович родился 16 февраля 1951 года. Окончил лесохозяйственный факультет Сибирского технологического института. Работать в институте леса Сибирского отделения Российской академии наук начал после службы в армии в 73-м году в качестве старшего лаборанта. С 2007 года Александр Александрович руководит институтом. Координирует международные проекты, связанные с биосферной ролью лесов и устойчивым управлением лесами. Автор и соавтор более сотни публикаций, в том числе семи книг. Доктор биологических наук. Профессор. Часть этих книг Александр Александрович взял с собой. Поэтому, если у наших зрителей возникнут вопросы, пожалуйста, 258-11-26 звоните, мы с удовольствием прокомментируем. Александр Александрович, давайте по чрезвычайное положение по лесным пожарам. В этом году какая-то особая ситуация с лесными пожарами, с атмосферными явлениями? Сушь там была достаточно серьезная. Насколько я могу сказать по своему впечатлению, на самом деле начало лета было достаточно прохладным, дождливым, проблем не вызывало. Это хорошо. По крайней мере, здесь у нас, в южных и средних районах Красноярского края. Потом, когда началась жара, вообще-то уже появилась травка. Травка – это самый лучший защитник от пожаров. И вот во время этой жары пожары, конечно, были. Они были, возникали пожары. Но сейчас мы видим опять немножко похолодание, циклончик пришел. И вроде бы опасность этого уменьшилась. И уточнить что-то по пожарам хочет наш телезритель. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Как к вам обращаться? А, здравствуйте. Меня Эльвира зовут. Эльвира, да. Ваш вопрос. А вопрос следующего порядка. В прошлое воскресенье на левом берегу, напротив, ну, либо поселка Слизнево, либо Овсянки, все горел лес. Пожар начинался с Низобомба. Маленькая была площадь пожара. Потом пошел лиховой. Почему? Потому что было видно уже огонь. Наблюдали люди все картину, кто на мане отдыхал. Даже пытались дозвониться до МЧС, но как бы вот в течение трех часов не было видно попыток тушения пожара. Нет, кто-то там видел вертолет. У меня там дочь ехала, она даже сняла его. Эльвира, а в чем вопрос? В том вопрос, что низовой пожар это одна сложность, верховой пожар это другая. При низовом пожаре еще деревья можно спасти. При верховом уже лес выгорает, там спасти нельзя. Почему вовремя не тушат лес? Вот такой вопрос. Мы уехали в 10 вечера, вертолета не было. Не было еще, да, понятно. Эльвира, спасибо большое. Александр Александрович, что вот с лесоохраной? Что сейчас с противопожарными службами? Вот лесоохрана, работают они в полном объеме? Ну, у нас есть центр, лесоохраны, они работают. Но, как я себя понимаю, ведь бывают разные ситуации. И что-то может случиться, что-то не сработало, какой-то сбой произошел. Но это вопрос, честно говоря, не ко мне. Потому что это надо обращаться к Серину, в центр пожарной охраны, и задавать им вопрос в МЧС. А вот Эльвира и ее товарищи звонили в МЧС. Это правильно, да? Правильно. Туда нужно звонить. Хорошо. Ваш институт занимается мониторингом ситуаций с использованием космических технологий. Это является таким объектом вашего научного исследования. Собственно, по большому счету, вы первые этим занимаетесь. Уже на протяжении почти 15 лет, да? Даже больше. Вот, видите, как. Даже уже 20 лет. Наш корреспондент побывал в институте. Давайте посмотрим сюжет и продолжим дальше о том, что, собственно говоря, ученые могут сделать в борьбе с пожарами и вот с изучением этой проблемы. Мы наконец-то дождались, и вот нас поливают, вот благодаря тому, что к нам пришел вот этот циклонический, значит, вихрь. Несколько недель аномальной жары дали о себе знать. Температура воздуха выше 30 градусов спровоцировала лесные пожары в Красноярском крае. В этом году они начались еще в середине июня. Возгорание произошло всего за несколько дней. Но на тушение уйдет гораздо больше времени. Немного облегчает ситуацию дожди. А вот спутничек, но, к сожалению, сейчас не будет захватывать территорию Красноярска. А следующим битком он пройдет чуть западнее и как раз пролетит на дно. Новое возгорание можно зафиксировать с помощью спутников, которых в космосе несколько десятков. Сигналы улавливают антенны, установленные на крыше института леса и передают данные на компьютеры. Есть специальные диапазоны, которые позволяют детектировать термически активные зоны. А термически активные зоны – это зоны, где есть аномальное тепловыделение. А в большинстве случаев это пожары, растительности лесные, степные и так далее – пожары. Данные со спутников поступают и в лесопожарный центр. Помогают отслеживать ситуацию пилоты самолетов, как специализированных, так и пассажирских. Пожарная обстановка в этом году сложная и приближается к той, что была в 2012 году. Горит около 20 тысяч гектаров. В лесах работают около 1300 пожарных. Эпицентр возгорания в Красноярском Приангаре, Багучанском и Енисейском районах. Это так называемая авиазона. И силы и средства туда доставляются с помощью вертолетов. То есть авиапожарная служба, которая у нас составляет 460 человек. Все люди на сегодняшний день задействованы на пожарах. Пока в лесах сохраняется режим ЧС. Ликвидировать пожары специалисты обещали уже через несколько дней. Но это не значит, что работа будет остановлена. Погода несет немало сюрпризов. В любом случае, опрыскиватели, вертолеты и тяжелая наземная техника всегда на готове. Ольга Хохлова, Марат Мухамедшин, Павел Иваницкий, 7 канал, Живые мысли. Александр Александрович, а может наука и ваши специалисты предложить какие-то превентивные подготовительные меры по лесным пожарам? Почему мы всегда объявляем чрезвычайное положение, когда уже на десятки тысяч гектаров идет? Вот не нужно делать заранее что-то. Но наука что может сделать? Наука может дать какую-то вероятностную модель прогноза возникновения и развития пожаров. Но ведь в большинстве пожаров виновен сам человек, который появляется в лесу. И здесь наука не может никак предсказать, оставит ли он незажженный, непотушенный костер, бросит ли он окурок. Но если пожар возник, то наши методы позволяют спрогнозировать его развитие. В каком направлении он пойдет, с учетом метеорологической ситуации и так далее, с учетом характера растительности, рельефа местности. Это мы можем делать и у нас такие работы были выполнены, они были выполнены для двух районов Красноярского края. Почему только для двух? Ну, потому что поддержка была финансовая только на два района. Это какие? Это крупные? Туруханские? Это для района, нет, это было для района заповедника Столбы. И второй район, это Каннская группа районов. По-моему, это Иландский район. Мне память не изменяет. А в связи с этим, ведь вложения в исследования такие, они гораздо важнее. Ну, как известно, любую болезнь лучше предотвратить, легче предотвратить, чем ее потом лечить. В этом отношении вы предлагаете там или просите там дополнительное финансирование? Есть ли люди заинтересованные в этом? Значит, вот в этой связи. В этом году начинается конкурс, который финансирует Всемирный банк. Это лесной проект. И там очень много, будем говорить, лотов по пожарам. Это профилактика пожаров. Это наглядная агитация и так далее, и так далее. Я надеюсь, что наш институт примет участие в этих проектах. И вот эти проекты, они реализуются в трех регионах в России. Это Хабаровский край, Красноярский край и Воронежская область. Источник – это вот эти фонды. А ваши специалисты, то есть у вас есть специалисты, которые могут... Да, у нас, которые могут принять участие в конкурсе и успешно конкурировать с другими специалистами. В этом плане я надеюсь, что... Скажите, пожалуйста, Александр Ильич, вот с годами. Вот много говорили о сельскохозяйственных палах, когда солому дожигали и все. Сейчас в последнее время об этом меньше говорят. Что у нас экологическое сознание выросло, люди стали меньше. Ну, по крайней мере, по весне, вот в этом году из-за этого не было больших, ну, по крайней мере, ЧП. Ну, наверное, больших не было, но тем не менее, вот территория наша, которая у нас находится в пользовании для научных целей, она подверглась пожару. И как раз вот палу сельхозугодий. Это в районе Погорельского бора, значит, 37-й километр по Енисейскому тракту. И там, ну, выгорело, ну, несколько соток, конечно. Виновные были на этом? Нет, ну, виновных тут очень сложно найти, потому что это сельхозугодия. Кто-то проезжал, бросил там спичку или что-то и так далее. Более того, я вам скажу, значит, вот сельхозполы, они, в общем-то, если их проводить профилактически своевременно, они вреда не приносят. Вот. Мы периодически проводим вот эти профилактические выжигания в начале мая, в конце апреля, и выжигаем полосы вокруг своего Погорельского бора. Отжигается, проходит трактор, он пропахивает, и вот эта стерня выжигается. Когда еще почва влажная, когда не может развиваться, так сказать, сильный огонь. И это противопожарное? Это противопожарное, естественно. Потому что, когда пал идет с сельхозполя, он доходит, и гореть нечему, он здесь затухает. Но вот в этом году, несмотря на то, что вот такие все-таки меры были приняты, был очень сильный ветер, его перебросило очередное. Но ведь важно что? Важно вовремя заметить и вовремя его ликвидировать. У нашей пожарной, так сказать, группы, они там в это время постоянно дежурят, приезжают подкрепление из Красноярска, призываем своих партнеров, и пожар быстро ликвидируется. А вот если брать сейчас основную проблему сокращения площади лесов, это все-таки вот хозяйственная деятельность, вырубка, распахивание, или это пожары, тутовые шелкопряды, или там еще какие-то вредители, болезни и так далее, и тому подобное. Я могу сказать порядок цифр. Если у нас вот в России ежегодно пожаром подвергается от 3, 5 до 12 миллионов километров квадратных, то площади, поврежденные вредителями болезни, это около 2 миллионов километров квадратных. Вырубается, ну, тоже может быть порядка полутора миллионов в квадратных километрах ежегодно. Ну, естественно, что это не все леса теряются безвозвратно, такого не бывает. Часть из них восстанавливается, восстанавливается неплохо через суксессии, иногда без суксессии, вернее, без смены пород. Иногда со сменой пород восстанавливание происходит. Но некоторая часть не восстанавливается желательными породами. Зарастает бурьяном, низкопродуктивная кустарниковая растительность и так далее. — Береза, березы какие-то там, листы какие-то, да. — А хотя вот здесь можно было создавать культуры, содействие. — По пожарам в этом году, чтобы завершить перед рекламой тему, вы ожидаете, что 1 августа эта тема будет закрыта, да? — Ну, к осени, как правило, да. Как правило, к осени уже пожары, они... — Неактуальны. — Да, неактуальны, они затухают. — Хотя бывают небольшие в горах где-то грозы и так далее. В прошлом году, вернее, года два назад горели там в Ермаковском районе горы. В прошлом гроза, ну, было сыро, и, так сказать, эти локальные пожары, они имели место, но далеко не распространялись. — Понятно. Спасибо большое. Мы сейчас перейдёмся на рекламу, чтобы потом с директором института леса поговорить о собственно научных разработках по восстановлению, не просто восстановлению, а по интенсивному восстановлению леса. Реклама на седьмом канале. Это программа «Живые мысли». Мой гость сегодня — директор института леса Александр Анучин. Александр Александрович, а вот в целом состояние института сейчас там рабочее? Вы, так сказать, там оптимистично работаете? Вот потому что много всяких разговоров по поводу того, что там происходит с наукой, что там с академией наук. В поле у вас, в лесу, что происходит? — Народ работает, продолжает работать в поле, несмотря, так сказать, на реформы. И более того, я даже скажу, что несмотря на реформы, которые, конечно, частично нас отвлекают от научной работы, это циркуляры идут. Ну, мы понимаем, потому что новая организация, им нужно войти, так сказать, в ритм работы, и, естественно, нам с ними найти, так сказать, общий язык. Но, несмотря на это, в прошлом году мы выиграли мегагрант. Это хороший проект из фонда Миноборнауки. — Напрямую Миноборнауки. — Да, напрямую Миноборнауки. — Без фонда науки, без особенных грантов, прямо напрямую, да. — Мы выиграли крупный грант, по которому мы продолжаем работать. — Крупный? Это что для лесной отрасли крупный? — Это 30 миллионов. В прошлом году мы, кстати, получили больше 45. — Это действительно мегагрант. — Да, это мегагрант, это крупный грант. — На что? Какие конкретные исследования? — В основном это было потрачено, ну, не считая экспедиции, материалов, это оборудование, это уникальное оборудование, которое необходимо для анализа материалов межзлотных почв, для определения изотопного состава, который позволяет оценивать, откуда идет миграция, не просто количество, так сказать, миграция углерода, миграция других микроэлементов. Вот изотопный анализ, он позволяет, откуда пришло это вещество, или это с севера, или с запада, или с востока. Вот изотопный анализ позволяет вот такую оценку делать. Там есть специалисты, они над этим работают. — Поскольку мы заговорили уже о высоких технологиях, у нас есть сейчас сюжет, который позволит вам оценить, ну, как бы, вот, так сказать, тонкости, что ли, технологии, когда мы говорим вроде бы о лесе, мы знаем о дереве почти все, да, ну, по крайней мере, знакомы с ним. Листья и много чего из него делаем, и топим, и так далее, и тому подобное. Но все-таки высокие технологии в связи с лесовоспроизводством. Давайте посмотрим этот сюжет. Зародыши. Несеменные зародыши. Это не семя, это вегетативное происхождение. Другими словами, клонирование. Уникальную технологию в Институте леса разработали несколько лет назад. Теперь в Сибири можно вырастить растения не из семени, а из ткани. Технология запатентована, подобных ей в России нет. Ведущий научный сотрудник Института леса Ираида Третьякова уверена, этот метод позволит выращивать здоровые растения на протяжении многих веков. С семенами там непонятно, какая наследственность. А у этих уже точно можно определить генетически, что это за дерево, какая у него наследственность. И то есть однородное потомство идет. Высокопродуктивно, устойчиво к галец, устойчиво к насекомым, и так далее, и так далее, и так далее. Из ткани размером в 2 миллиметра за год вырастают около 40 тысяч зародышей, которые потом пересаживают на улицы города и в тайгу. Так, с помощью этой технологии лес можно воспроизводить бесконечно, считают в институте. Пробирку с зародышами имеет смысл даже заморозить, а когда на земле пропадет тот или иной вид дерева, разморозить и высадить его вновь. Первые растения, выращенные таким путем, высадились за городом в прошлом году. Первые высаженные и перезимовавшие уже растения, так вот они в этом году выглядят, хорошо себя чувствуют, быстро растут, по сравнению с обычными сеянцами, значительно. Подобные технологии применяют лишь за границей в Испании, Канаде, Франции и Швеции. Открытие сделали еще 30 лет назад. Безусловно, и там, и у нас применяют и традиционные методы воспроизводства леса. Выращивают деревья с помощью семян. Оба метода позволяют создать полноценную окружающую среду. Ученые уверены, в таком воспроизведенном лесу будут расти и ягоды, и грибы, а также обитать в дикие звери. Ольга Хохлова, Марат Мухаммедшин, 7 канал, Живые мысли. Александр Александрович, а почему не работают обыкновенные, как бы, действительно? Ну, вот я понял, что и семечка это долго, но ведь есть и возможность, так сказать, черенкованием, там, еще как-то делать. Ну, во-первых, черенкованием можно размножать не все породы. Листы не все нельзя? Хвойная, хвойная очень сложная, очень сложная, но пока вот таких опытов нет. А не слишком долго идет процесс? Вот этих двух миллиметров, разрезанные потом на тысячи, сколько времени тогда этот лес будет расти? Это примерно столько же, сколько и семени. Тут сроки, так сказать, они такие же, буквально. Это из семени, а это из ткани вырастает зародыш. Потом укореняется, вырастает. Тут, так сказать, ускорения никакого нет, если не выращивать в теплицах. Дело в том, что это растения с заданными генетическими свойствами. Они, вернее, полностью сохраненными от материнского клона. Они полностью сохраняют. Речь идет о том, чтобы это были плантации деловой древесины, да? Конечно. В первую очередь это плантации такой древесины деловой, которая будет очень продуктивна, будет требовать большого ухода, но давать большую отдачу. Если позволите, я скажу, насколько это, так сказать, актуально сейчас в мире. Если на рубеже веков в мире 12% лесной продукции выращивалось на лесных плантациях, то сейчас уже 30-35% выращивается. В России эта доля мизерно мала. Здесь мы отстаем полностью. То есть дикий лес, да, вот естественный такой лес, он менее продуктивен? Принципиально менее продуктивен? Любой лес будет менее продуктивен, дикий или клонированный, если за ним не будет ухода. Нужен всегда уход. А вот тема охраняемых территорий, где сохраняется, ну вот, как бы, так сказать, естественный природный баланс. В институте этим сейчас занимаются? Да, был года два назад. Это описательная такая работа? Нет, там мы даем рекомендации и выполняем проекты, связанные с особо охраняемыми природными территориями. В частности, это вот был реализован проект Алтая-Саянского региона, ГЭФовский проект. Пронгов, это ООН и Глобальный экологический фонд его финансировали. Сколько по территории должны занимать такие вот леса, которые, ну, реликтовые, в которых хозяйственная деятельность не ведется? Ну, это зависит от географической среды, от разнообразия ландшафтного. Ну, к примеру, если у нас есть большие площади степей, зачем там, скажем, ну, создавать 10 ОПТ? Вот, достаточно одну-две. Вот, если же у нас ландшафтное разнообразие большое, есть ОПТ, которые необходимы для ландшафтного разнообразия, на виды разных других растений. То их может быть и больше. То их должно быть больше. Александр Александрович, на сайте Седьмого канала мы спрашивали, готовы ли люди отказаться от деревянных предметов ради сохранения лесов, зная, что вот сохраняются леса. А где-то половина отметившихся у нас, проголосовавших на интернете, 48%, готовы, понимают, что лес нужно сохранять. Но вот каждый десятый считает, что, ну, и так на нас жвек хватит. А вот почти 40% считает, что это надуманная проблема, что не надо ни от чего отказываться, а нужно просто лучше эксплуатировать лес. Наверное. И вы так же считаете? Ведь, понимаете, это все равно, что отказаться от сельхозпродукции. Ну, а как, жалко же, вот пшеница растет, ее надо косить, мы же снижаем выделение кислорода и так далее. Понятно. А уж если говорить про животноводство, то это вообще страшное дело. Но лес-то, если он созрел, его надо брать, иначе его возьмет насекомый пожар, ветровал. Скажите мне, пожалуйста, все-таки заповедник Столбы должен остаться заповедником или должен приобрести новый статус? Значит, у меня позиция, она такая, несколько неординарная. Только очень коротко. Да, очень коротко. Я считаю, что часть территории должно остаться заповедником и большая часть территории. А та экскурсионная зона, которая используется уже как... То есть еще раз... Она должна остаться... Спасибо большое. Я напоминаю нашим телезрителям, что директор Института леса Александр Анучин был сегодня, моим гостем. Спасибо вам большое за участие. Спасибо. Спасибо вам за внимание. И должен вам сообщить о том, что мы сейчас уходим в отпуск и встретимся с вами 14-15 августа. Всего вам самого доброго и до встречи в августе. Всего, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова